Такой цветок как гаура, мало знаком непродвинутым садоводам, но рекомендую обратить на него внимание. Очень интересный цветок и достаточно неприхотливый. Пройти мимо цветущей гауры невозможно не остановившись. Цветок неизменно привлекает к себе внимание. Фотографии, видео не передают всей изящности и красоты этого прекрасного цветка. Как его описать? Не иначе, как порхающие бабочки или порхающие мотыльки. Кстати, много сортов гауры именно с названием бабочки или мотыльки. Действительно, посмотрите, цветочки у нее похожи на таких милых мотыльков. Гаур много разных видов, но у нас на большей территории России будет расти и нормально зимовать гаура линдхеймера. Запомните, гаура линдхеймера. Если вы встретите название в цветочных магазинах или садовых центрах энотера линдхеймера, знайте, что это она и есть. Не знаю, что там систематики ботаники мудрят, но гаура линдхеймера и энотера линдхеймера – это одно и то же. Довольно неприхотливый многолетник, на одном месте может расти несколько лет, если, конечно, зимой он не замерзнет, не всегда переносит наши зимы, но под небольшим даже укрытием, да еще если снежком закидать, в принципе, ничего страшного переживет. У гауры линдхеймера есть множество разных сортов, то есть можно даже выбрать какой-то определенный сорт, у них разные немножечко расцветочки, высота. Мне попадался Лилипоп Пинк и Росси Джейн, а вообще их довольно много, около 50 разных сортов, не все до нас дошло, но можно поискать. То есть, конечно, такая вот сортовая гаура – это очень здорово, и можно найти семена такой гауры, которой ни у кого не будет, только у вас. Как я уже сказал, гауры достаточно неприхотливые, и специально под нее готовить землю, на мой взгляд, не обязательно, она неплохо растет в ракариях, там камушки, песочек, самое главное, чтобы грунтовые воды близко не стояли, потому что у нее довольно длинный корень, уходящий вглубь. Кстати, это ей помогает переживать засуху и жару. Поэтому, если очень влажный участок, вряд ли гаура у вас будет нормально расти. Сажать ее, конечно, лучше на солнышке, в полутени она будет даже цвести, но будет цвести плохо. А вот на солнышке совсем другое дело. За что любят гауры? Да за то, что она цветет практически все лето и осень, начиная где-то с середины конца июня и до поздней-поздней осени, пока мороз и снег не разлучит нас. Гауру Линдхеймера очень любят профессиональные флористы и дизайнеры, поэтому в садовых центрах всегда есть готовая выращенная рассада гауры. Поэтому, если вы вдруг увлечетесь этим растением, в принципе, всегда можно купить растение, которое у вас зацветет уже в этом году. Ну, а если хотите вырастить семенами, ну, конечно, лучше сажать где-то их в марте, высевать в горшочки, в ящички, и потом уже, когда станет тепло, высаживать в открытый грунт. Гаура – прекрасное растение. Если гаура появится в вашем саду или в вашем полисаднике, ну, вот поверьте, вы не пожалеете. Вы каждый день будете выходить к своей гауре, чтобы полюбоваться на нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!